Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обзор обновления от 28 августа, лето заканчивается, все как говорится, скоро до свидания, лето, здравствуй, осень, 1 сентября на носу, там нам скоро Сеул поставят 12 числа, напомню, вдруг кто-то не знает, вот, две пушечки, бэсочки, и сразу такая подводочка к этой теме, что если вдруг кто-то хочет вернуться в игру, но боитесь, что у вас маленький гир, слабенький, И хотите сразу с нормального шмота состартовать, то пишите Нитричу в Дискорде, он вам поможет с покупкой аккаунта, или же, если хотите продать аккаунт, тоже пишите Нитричу в Дискорде, все наши контакты указаны в описании к видео Теперь, что касается обновления, сегодня обсудим обновления у нас на серверах в нашем регионе и корейские, консолькам сегодня ничего не завезли, по-моему, даже ивентов никаких Итак, из основного контента, начнем с сборник текущих ивентов, как всегда сделали очень-очень-очень-очень-очень хорошую привычку, это собирать все ивенты в одну кучу, и это прямо кайфово Итак, с 1 сентября, ни с сегодня, ни с завтра, ни с послезавтра, а именно с воскресенья, с 1 сентября до 12 сентября Побеждай босса пятого и выше в черном храме Вот, и получай награды один раз, два раза, три раза, но нужно пройти разных То есть, если одного и того же босса одного уровня ты проходишь, то только одна победа засчитывается То есть, например, ты хочешь зафармить условную кумихо, ты можешь это сделать на пятом, шестом и седьмом уровне сложности Тогда это будет три раза, либо три разных на пятом уровне пройти Ну, короче, тема очень такая простая, и, соответственно, у тебя на это все будет две недели До 12 сентября награды будут отправлены во время тех работ То есть, это не квест, это вот просто, просто Так, в период ивента вместе с другими искателями приключений на любой сложности завершаешь Атораксион и получаешь награду Уже с сегодняшнего дня до 12 сентября Я так понимаю, достаточно один раз ходить в Атораксион Получишь знак союза деки, редкий светящийся камень огня И, сразу по поводу Атораксиона Есть дискорды, в которых ребята целенаправленно просто, вот прям вот именно целенаправленно только туда и ходят Собирают группы Но, такие обычно хорошие команды хотят, чтобы у тебя уже был опыт или хотя бы понимание, что нужно там делать Поэтому, если у тебя ноль базы, сначала посмотри гайды какие-нибудь Если вдруг у кого-то есть проблемы с поиском дискортов этих, к нам в дискорд прыгаешь Спрашиваешь бота, я не помню, я добавила или нет Если не добавила, то меня он пинганет и я тебе скину эти дискорды Итак, любая сложность, повторюсь, самая первая, самая проста Охота на монстров и горное дело Вот тут они, конечно, учудились С 29 августа, с сегодняшнего дня по 12 сентября До технических работ фармишь мобов и занимаешься, внимание, горным делом И получаешь вот такие неизвестные материалы Но, прям бежать сразу с киркой и ой, бегом, бегом, бегом Не знаю, есть ли смысл, если вы этим никогда не занимались Может быть, достаточно просто мобов пофармить 20 таких минералов ты меняешь один раз на аккаунт на одну из наград То есть ты выбираешь вот эти штучки, очень дорогие Ты выбираешь один раз, да? Все оставшиеся камушки ты несешь Так, используйте неизвестный материал после того, как, использовав оставшиеся, можно получить указанные предметы Я так понимаю, просто ПКМом открыть Потому что больше не написано, куда нести И 100% ты получаешь вот эти награды Так? А вот эти награды с некоторым шансом То есть, опять-таки, список тот же, который вот здесь вот Но просто теперь это рандомчик Вот, ну, не знаю, рудокопы Потом отпишитесь, если вдруг не забудете, что вы там сегодня сходили, покопали Сколько чего выбили и вообще, какой дроп Вместе с лошадкой, значит, включили два ивента для коневодов Опыт транспорта и опыт украшения Почему-то 70%, не 100, не 50, а именно 70 Почему не 72? А также двойное количество цветочков за имперку Дополнительное разрешение на имперское украшение Ну, соответственно, те, кто готовил коняшек с лета Могут теперь сдать их и получить больше цветочков Разгружаем свои конюшни Сияющие печати укротителя дадут в награду за украшение диких лошадей Ежедневно у Рианны в любых городах Берешь квест, ловишь дикую лошадь И получаешь сияющую печать укротителя Потом эту сияющую печать Значит, разрешение на имперское украшение Это то же самое, что дается за вот эту имперку, которая вот сдача Вот оно, вот это вот Потом папоротничек, один раз на аккаунт Видишь, три печати можно обменять Потом сундук украшения гулы Тут у нас что? Плота нароса, синяя раковина, свеча Ну, то есть это для пробуждения И пять штучек, один раз на аккаунт на восьмого рысочка Корень папоротника нам написано Смотри, обмен на корень папоротника доступен один раз на аккаунт И может быть выполнен после окончания ивента То есть в случае чего, если вдруг что Вдруг забыли, потеряли, то не забудьте Вот это вот можно, я так понимаю, будет потом не менять Подготовка к путешествию в Сеул Вот так вот, значит Кто сделал сказание об имуге Ключ кистине, который нам добавили буквально неделю-две-три назад В достижениях тебя ждет ширма Десять символов долголетия Это вот такая штука Украшения в дом Я нашла только один символ долголетия Это черепашка, ну может быть солнце Ну может быть вода И все Не Ну все, как бы я больше Косуля вроде недолговечная Грибы недолговечные Ну камни еще, может быть Ну короче Пишите ваши варианты, где тут еще Как минимум пять символов долголетия Вот Если вдруг у тебя нету в достижениях То нужно выполнить сказание об имуге Сказание об имуге Значит, берется 56 уровнем У черного духа Но сначала нужно выполнить задание кумихен Это на лисичку То есть, как бы Вот просто, по-моему, задание простое Ничего особо там не надо делать Дальше Сентябрьские награды за вход для поддержки приключений Просто календарик, заходишь в игру, получаешь награды И тут у нас список следующий Обрати внимание Раз Такое Вот Все подряд Все подряд Всего понемножечку Все, как говорится, будет к месту Женьшень Ага, поняла Жаркое лето Особые награды Особое предложение У нас продолжается вот этот календарик Заходишь в игру, забираешь верхнее Обязательно оно никуда не падает Тебе надо прямо забрать это обязательно Нижнее Это если подписочка И напомню еще такую тоже информацию Что если кому-то нужна помощь С покупкой игры какой-нибудь С пополнением счета С подпиской, например Где-нибудь там гармот или Ну, что вы мне еще спрашивали Симсы я недавно покупала кому-то Так вот, пишите мне в дискорде Я вам помогу оформить данное мероприятие Может быть, кто-то за пределами РФ живет И вам нужно в РФ То тоже я могу с этим помочь Дальше Купончики на Хидельский бал Продолжаем Значит, до 31 августа Кстати До 31 августа Это у нас вот Вот уже почти А, это календарь у нас Да, вот, кстати, молоточки Еще кто не забрал Молотки У нас вечные Их не удалят Вот Все это не забываем Не забываем Не забываем Ютубер я Ютубер Гай додел Так Теперь Магазин О, держите карманы шире А, может быть, лучше сядьте Не знаю, ляжьте Потому что вам сейчас будет дурно Вам сейчас будет дурно От того, что я вам покажу Не от вот этих вот костюмов А от того, что сейчас За 1600 джемчуга Можно купить чудесный аквариум Крио Как вам? Такой маркетинговый ход от разработчика И с этим аквариумом Объединив аквариум Который мы получаем по квесту Ты можешь сделать аквариум На 100 рыб Понимаешь? Вот Пока вы тут немножко офигеваете И мне понадобилось минут 5, наверное Чтобы прийти в себя Я пока вам расскажу дальше Все для путешествия За 1000 джемчуга Ты на выбор Либо костюм Либо 6 горничных Либо набор питомцев Смотри, это и песец, и ежик, и белый медвежонок И пингвин, и хт 5 питомцев сразу Вот Это на фарм Это на сбор Это на вес И авторыбалку Это на авторыбалку Но вместе они не работают Хт для украшения Почему тут нету джоджо Который для Ну он типа дальше собирает дроп Я не знаю Лучше бы вместо хт джоджо поставили Было бы то актуальнее Ну и бонусы за покупку тут понятно Набор для повышения уровня Здесь смотри За 1300 джемчуга Вот такие штуки Один товар на выбор Распродажа снежных костюмов То есть Как бы они решили Не знаю, может у них там Какие-то квартальные премии Смотри, что они делают Зимний костюм просто Вывалили, чтобы Кто хочет, покупайте, берите Это же эксклюзив Еее То же самое касается Жуткие костюмы Это то, что хэллоуинский костюм Понимаешь? Вот Ну и набор для транспорта На выбор за 3 косаря Я не знаю 2 товара могут повторяться Ну, конечно, наверное, я Потому что не коневоты Я не понимаю вообще Кому надо, не надо Стоит оно таких денег Или не стоит Ну, в общем, вот такой набор Есть еще вот такой набор Набор верхом на рысаке 10 цветков опыта И бонусы Ну, это типа тут Без выбора тут сразу все получаешь 3 привидения Полезная штучка Потому что привидения Можно скрестить с любым питомцем Абсолютно с любым питомцем Тройной набор с хэте Короче, они прям вот Прям вот максимально пушат Опять это украшение Но, видимо, они решили Что тематически под ивенты Которые у нас идут вместе Для украшения Выпустить питомца Хэте будет актуально Скидка 20% На определенные товары Это у нас Сброс скрещивания Кобыла-конь Максуруза подъемность Инвентаря Расширение инвентаря И максуруза подъемность Ну, инвентаря аккаунта Это имеется в виду Сумка общая на аккаунт Вот Вес аккаунта Я так поняла Мы не можем поднять А просто именно А, вес Да, а слоты нет Дальше Лимит покупок Можно теперь До трех раз увеличили Покупку ежедневного С сундука с жемчугом И купоном Не знаю, что это такое Но, в общем, теперь так И конюшню Теперь можно купить До 50 раз на аккаунт Вот так вот Вот такой вот Контент У нас подъехал в магазин Теперь давай смотреть Что нам поставили здесь А здесь Нам, значит Показали Вот для этого Списка классов Новые двухсотки Я сейчас быстренько Прокручусь Да, вот смотри Это у нас воин Пробужденный Наследному воину Ничего не сделали У каждого класса Который я сейчас тебе покажу Вот здесь Вот написаны Проценты Скилла И вот, например 10 тысяч Видишь процентов 8 тысяч процентов 10 тысяч процентов Удары есть Иксы Практически у всех классов Во время двухсотки Устойчивость Но Здесь есть Видишь Вначале Невредимость Пока он заряжается Но потом дальше Он едет с устойчивостью В связи с тем Что всем увеличили Проценты То и Порезку в пвп Тоже увеличили Раньше тут было Где-то 70 80 65 Вот так вот Теперь у всех Практически будет В районе 90 И Вот я тебе показываю Анимации Ты просто смотришь Анимации Как это работает Обращаешь внимание На иксы И вот Честно говоря Вот этот икс Меня очень сильно Странно Мне Короче вызывает Странные ощущения Потому что 16 ударов Это еще должно попасть И всего 10 тысяч И один икс Вот Но Анимация Очень похожа На стрелка Из Лос-Тарка Ну в принципе Там тоже Не Лос-Тарк Это придумал Самое эпичное На мое мнение Это вот У сорочки Видишь Она в Невредимости Летит То есть Все ульты Где персонаж Летит Всегда ему дали Невредимость Видимо Чтобы не было Айркомбы Ну и здесь Урон третьего удара 21% 21 тысяча Прикинь Все они абсолютно Дают всю атаку Эффект Скорость навыков Шанс крит удара И хп Но только у колдуньи Дается 250 хп За каждое попадание Дальше Гигант У гигант Я боюсь Что будет В этой ульте Просто улетать Если они Во-первых Убрали управление Во время ульты С помощью Клик-то-мува И теперь Ты не можешь Мышкой Поменять направление Вот гигант Например Вот тут стоял И назад отлетел Но по процентам Тут как будто бы Довольно неплохая Картина вырисовывается Но все в устойчивости Повторюсь У таймера Вот такая Вот смотри Что сделали Кот растет 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 Аниме Такое даже есть Я не помню Как оно называется Но там был Такой кот большой Он сам по себе Маленький Но на самом деле Это дух Который мог превратиться В большую-большую Кису И заморозить Все вокруг себя Кто помнит Это аниме Напишите в названии Но проценты Тоже как видишь Здесь такие себе Не сказать бы Что прям классные Я тебе сейчас объясню Тут типа Это много Но сейчас ты поймешь С чем я сравниваю Резерв Да Резерв С чем я сравниваю Вот смотри Это пробужденный Там я вот так буду делать Потому что подгрузки Будут большие Вот тоже Проценты довольно неплохие Эффекты те же самые Невредимость во время полета Ну как и везде Да Дальше Валечка Вот Заряжается Бежит Бам Мечом сейчас Раз по голове Как Рыба Помните она Этим Якорем По башке Но только тут более эпичное Потому что смотри Урон последнего удара 43 тысячи процентов Такое есть еще одного героя Я тебе покажу его сейчас Даже у двух Но при этом смотри Вот эти удары Видишь Тоже Очень такие Нормальные Дальше Валечка Наследная Ой Наоборот То было наследное Это пробужденная Видишь Такая Тоже Довольно анимешный Скилл Последний удар Всего 30 30 тысяч По сравнению С тем 48 Ну в принципе Урон не знаю Будет хороший Нехороший Тоже Невредимость во время Воздухе И устойчивость В остальное время Контроли Притягивания И такое У волшебницы Честно говоря Какой-то Немножко Скучный Скилл По анимациям По сравнению С волшебником И процентики Такие Скромненькие Довольно Вот Но учитывая Что все мы играем Без анимации Теперь просто Ну Не удивляйся Если вдруг Случайно Ты Находясь в толпе Умрешь Просто знаешь Что где-то Откуда-то Кто-то прилетел И дал тебе Большущий Скибедыш Тут тоже Смотри Проценты Небольшие Устойчивость Всего лишь Бафы А Единственное Что вот Вешает Дебаф Минус Уклонения Но Насколько я помню Уклонения У нас сейчас Немножко Порезаны А вот у волшебника Смотри Какая Просто Отсюда Должен Вэл Сейчас Вылезти Смотри Какая Размер Размер Вихря Бааа Вот Ну Тут тоже Проценты Скромненькие Довольно Тоже режет Уклонения И все остальные Бонусы Одинаковые Дальше Маэва Маэва Ну Кстати Вот у Маэвы Прикольная Анимация Такая Тысяча Клинков Чисто Банкай Такой Включился Ну и Проценты Такие Знаешь Тоже Неплохие Но Надо смотреть Учитывая Что это Все В устойчивости А устойчивость Это что Это тебя Не могут Законтролить Могут Захватить Но при этом По тебе Проходит урон И Шансов Что ты Выживешь Пока будешь Докастовать Очень мало Кроме Кунаичи Смотри У Кунаичи Во время Каста Невредимость Смотри Врывается Бам Невредимости Кастует Вот эту Гадость И потом Становится В устойчивость Да Главный Эффект У скилла Это Минус фпс У всех Кто в округе Кто Не отключил Анимацию Но и При этом Смотри И проценты Очень маленькие То есть Она Выживет Но урона Много От нее Не ждите ДК Самый По моему Мнению Такой Какой-то Очень Скромненький Скилл Хотя Довольно Задумка Неплохая Типа Разрезал Там Что Пространство Время И дал Взрыв То есть В принципе Ну и Проценты Тоже Устойчивость Все это А вот Это Вот смотри Во-первых Завершающий Удар 41000 Х5 Вспомним Сейчас у нас У Валечки Сколько было Х Х3 А подожди Это не та Валечка Х2 Понимаешь А тут 41000 И Х5 И посмотри Куда оно летит Я не знаю Вспомнили что ли Что страйкером Любит сын разработчик Смотри Всосал в себя энергию И шлепнул Йоу Фиг знает куда Ты милишник или где И вот он перед собой Вот тут вот впереди Вот эта анимация Показывает Как оно работает Смотри Смотри Вот он перед собой И смотри Брррр Все перед собой Полностью снес Прикинь Это что такое Это 43000 Х5 Это где такое Вообще Почему Это вот ему Почему А не другому кому-то Непонятно Вот Даже фурии Не так сильно повезло Посмотри фурии Какие проценты Та и скилл сам по себе Очень скучный Как по мне Всосала тоже Побежала Что-то Помахала Побрызгала зеленью Какое-то И все Ну типа Вообще Не эпичности Ничего Все в устойчивости Подбрасывание Нокдаун Все Ланочка Тоже довольно Примитивные навыки По анимации И по процентам По процентам Иксов Тоже видишь Ну такая Типа Взяли от одного Скилла От второго От третьего Все сместили Просто добавили радиуса Не знаю Ну и тут Поэтому Ничего такого новенького Пробудная ланка То же самое Вот просто Она раз Всосала И пошла крутить клинками Все те же анимации Что и были Ну и в конце Только что-то бахнуло В округе И проценты Ну тут уже Что-то такое Типа а-ля Средненькое У стража Я извиняюсь Второй удар 30 тысяч Икс 3 Но смотри на анимацию Вот мне кажется У стража Кто занимается стражем Там совсем все Уже Как бы все Просто Обычная Шифт Кью Но вылезает Какая-то козявка Которая очень Похожа То ли на дракона То ли на Бабочку Какую-то Вот Типа ночную Знаешь Вот это Ну не в смысле Куртизанка А в смысле Которая Мотылек Такой ночной Вот Ну в общем Тут у нас Мнения разделились А может быть Это вообще глаза А это нос Вот И собственно Вот с такими Скиллами Теперь нам жить Вот Это те классы На которые поменяли Плюс По другим классам Тоже как видишь Процент у этих Двухсоток Вырос Точнее это даже не Двухсотки Возможно кстати Двухсотки А может быть и нет Тут не написано Ни класс Ни сколько гнева Нужно использовать То есть тут просто Перебрали все другие Навыки Которым сделали Изменения Но так как Анимацию не поменяли Они просто табличкой Показали процент Было 3000 Стало 13000 Было 4000 Стало 28 При этом Шанс крит удара Теперь работает в пвп Икс 5 осталось Ну то есть Двухсотки Теперь мама не горю Знаешь А вот Тут было 6000 Стало 16 Так что ребятушки Ультуем 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 И теперь видимо На осадах Уже не будет такого Что ты заливаешь того Ты заливаешь того Каждый собирает себе сет Разгоняет себе Максимальный гнев До 200 Видимо им надо Тунры теперь продавать И они такие Типа Ой да че эти деборики Ой да че эти Там новая бежа Которую мы добавили в Корее Ой пофиг Собирайте тунры Это маст хэв Потому что вы видите Какая ульта у вас классная Вот Так что теперь еще Пять комплектов Бижутерии нужно собирать Для сад Для фарма Для арены Для бездны Для еще там че то В общем Для порезок Беспорезок И так далее В общем по каждому классу Ну просто Ты видишь 5015 стало 5010 стало Ну короче Нормально тут Каждому классу Потом дальше Правки по классам Тут типа поменяли Немножечко там Этот самый Во первых я сказала Да что кликту мув Теперь не работает Во время ульты Просто во время скиллов Работает А вот во время ульты Именно не работает Самые большие правки По классам Это у гиганта Ну да Значит у гиганта Что сделали Первое Это изменили Баф Который он сам себе В наследии В наследии Изменили баф Который он сам себе Накладывает Вот этим скиллом Теперь он Плюс 30 на 10 секунд Было плюс 40 на 20 секунд Это первая порезка Вторая Это на лаву Добавили Вместо фп Теперь он расходует Выносливость Соответственно Мощь И вот продолжение Тоже расходует Выносливость Также Это не интересно Но в общем-то Вот И тут главный прикол Сейчас я просто прочитаю Только сидите Ну как бы Не падайте Итак В прошлый раз Защита была скорректирована Таким образом Чтобы общая выносливость Варвара В наследии Снизилась Но при этом Он мог продолжать бой За счет устойчивости Но В результате Варвар оказался Намного выносливее Чем предполагалось А отсутствие у него Ограничения На использование навыков Перемещения В отличие от большинства Классов Только усугубило проблему Короче Понимаешь То есть Сильно выносливый Надо давить сильнее Вот Поэтому не знаю Чем дальше оно закончится Гиганты Кто играет наследие Пишите пожалуйста В комментариях Как вам Что вам Как вы там Что с вами сделали Вообще Живем Не живем Ну и тут дальше Правки по ультам В основном Это все просто изменили Увеличение Уменьшение скорости А так не действует Во время Использование навыков Ну в общем Такие небольшие правочки Ставь на паузу И здесь тоже гнев И в общем-то Исправлена ошибка Так Контент Лига гильдии Ребята вернулась Ура Здравствуйте Кто вдруг Еще не знает Это гильдийный контент Который подразумевает Раз в полчаса С пяти Так Раз в каждые 30 минут Подавать заявку В 0-0 В 15 Заходить на эту арену То есть 15 минут ждать Когда вдруг Откроется Вход И максимум 10 человек От гильдии Могут зайти Значит А нет Подожди Не в максимум Подожди По графику Я что-то сейчас В хигню сказала Я извиняюсь Пожалуйста Но там Суть в том Что каждые полчаса Гильдия Офицер Глава Подают заявку На участие Какое-то время Идет подбор участников Потом В определенное время Нужно зайти на арену У тебя будет 3 минуты По-моему 10 человек заходят Больше зайти не могут От гильдии И вы начинаете 10 на 10 драться Вот За победу Вы получаете Одну награду За проигрыш Получаете другую награду Плюс вы получаете Баллы В общем рейтинги Гильдий Вот В зависимости от победы И поражения Вы получаете Соответственно Фиксированные сундучки А потом в конце сезона За общий рейтинг Вашей гильдии Топ 40 гильдий Получают Соответственно В казну Все участники гильдии Получают награды Сундучки Титулы Там Ну всякое Разное такое И вот Главный прикол Что они Уже проводили Эту арену И была проблема В том Что когда Ты достигаешь Уровня Очков Тысяч Восемьсот То начиналось Так что Задроты Против тех Кто еле-еле Сюда дошкрябался Теперь они Добавили Чуть-чуть Больше Вот этих Вот категорий И теперь Например топчики Будут с топчиками А может быть И не будут Может быть топчики Вот в этом ранге Например Будут И одна команда И она Будет регаться И не попадать Будет регаться И не попадать Будет регаться И не попадать Ну короче Такое тоже Знаешь Удовольствие Интересное Вот И внутри Вот этого рейтинга Ты попадаешься Соответственно За проигрыш Ты минус очки За победу Плюс очки Вот Также еще За участие За проигрыш Победу Опыт Повысили Так же Как и на арене Крови И вот собственно За победу Ты получаешь 400 лямов За проигрыш Ты получаешь 150 лямов Грубо говоря Напомню За полчаса, да, каждые полчаса ты можешь зарегаться Но при этом в гильдиях, наверное, нужно делать очередь Потому что, чтобы все участвовали Потому что иначе, как бы, получается, что ты, ну, типа Кто-то зарабатывает эти бабки, фанится, а кто-то нет За полчаса не уложилась, получается, да Вот, то есть, ну, вот так вот Ну, зато за первое место, смотри, что они сделали 400, что там видно уже? 400 лярдов в казну То есть, это на выдачу бонусов дохерище денег Плюс все мемберы гильдии получают вот такие награды Камни крон, 4000, вот это, вот это, вот это, да Дальше, 300 лярдов, это вот у нас второе место 203 место, 4-е, 10-е, 11-е, 20-е, 21-е, 40-е Все, все, кто ниже, я так понимаю, за рейтинг никак ничего не получают Вот, просто за участие люди получают, которые принимали участие И у меня лично к этому контенту отношение довольно странное Потому что ограничение в 10 участников, понятное дело, уравнивает маленькие гильдии У которых, в принципе, участников активных в прайм мало Но ограничивает большие гильдии, которые хотели бы участвовать в этой лиге У них есть желание, возможность, у них есть гир, у них есть стремление Пвпшится, но 10 участников из 100 могут принять участие в прайм раз в полчаса Это срач, это полный срач Именно между мемберами гильдии были уже претенденты, когда люди именно из-за этого ливали Но, видимо, разработчики считают, что это норм Все, с лигой гильдии я вроде как все рассказала На арене кровью увеличили количество серебра за победу Было 10 лямов, стало 50 За проигрыш было 6, стало 10 Так что теперь фармим бабки на арене Предметы тут, в общем-то, ничего интересного Монстры, фонарь, деки, просто небольшие правки чинят спот Из квеста тоже ничего интересного Вот, страна утра, танхе Добавили 5 пещер, в которых можно найти драцену, платиновую руду и трюфель У меня есть текстовый гайд с точками рез по трюфелям И я думаю, что я доделаю Собственно, дополню его Поищу, побегаю по базам, по форумам, где вот кто что нашел И потом сделаю, дополню это дело видео нарезочками Где найти конкретные трюфеля вот эти все И сколько их штук можно тут найти Но, опять-таки, делитесь, у кого есть какая-то информация Если вы поможете мне, то гайд, соответственно, дополнится намного быстрее Удалили возможность создания клана Клан это до 10 участников типа гильдии Но только до 10 участников Короче, абсолютно бестолковый контент Который на старте имел актуальность Но уже лет 8, наверное, не имеет вообще никакой актуальности А только путает людей Ну и, в общем-то, у нас все Теперь Корея В Корее, из того, что нас конкретно с тобой интересует Это не Корея Вот у нас Корея То, что нас интересует Правки двухсотки у них тоже поставили Правки по классам у них тоже поставили Вот это все, это все поставили Мышка, крути, пожалуйста, быстрее Из того, что нас интересует Это у них дополняют Сеул Который к нам приедет 12-го Возможно, к нам тоже оно будет приезжать вот так вот частями Добавили боссов для группового прохождения То есть у них уже есть боссы для мировые Что любой туда может прийти по расписанию и пофармить А теперь добавили групповой фарм храма И, значит, для боссов нужно, как я поняла, 300 атаки Вот, обычные есть 300 атаки И есть, типа, усложненные 330 атаки И это не вот эти все допы, да? А это чистая белая атака Как я понимаю А может и нет Нет, наверное, да Потому что чисто Ну, это там Те, которые с дополнениями Там, по-моему, от 500 идет атака Так вот Каждый участник группы Выбирает себе Ну, как, энергию И из-за этой энергии У него есть, соответственно, бонусы для пати Я так понимаю Есть баф на урон На выживание И на воскрешение Или что-то такое Вот Четыре вида боссов У каждого есть своя механика У каждого есть свои прикольчики И награду можно получить, как я поняла Раз в неделю То есть ты, как и на обычном храме Сходил на этого храма И потом в воскресенье С воскресенья на понедельник Забираешь награду И, собственно Ну, забираешь награду Все вы пять участников Но Давай награды сейчас Значит, обычный режим Сто процентные награды есть, да? И плюс шансовые награды В принципе, как и с обычным храмом Но Вот в усложненном, например Вот видишь, тут серьга Может быть Плюс первая, плюс вторая Вот в этом боссе Тоже тут стандартная награда Тут уже падает пояс Плюс первая, плюс вторая Ну, с некоторым шансом У этого босса Усложненная версия Колечко А у этого босса Ожерелочка То есть Ну, такое Они, типа Чтобы вы выбирали Но За Типа Сколько Сколько наград Ты можешь получить Если, например Вот у нас обычные боссы Соло боссы Пять наград мы получаем Да? За пять разных боссов То тут сколько будет Все четыре Или только один Ты должен выбирать Ну, в общем Это все будем разбирать Когда к нам поставят конкретно И главный прикол в том Что Ты с этих боссов Получаешь какую-то итемку Которую потом меняешь На разные итемы Ну, так как Перевод тут кривенький Поэтому я не буду Акцентировать внимание И разбирать Что за награды Потому что непонятно Главный прикол Который меня немножечко Удивил И неприятно удивил Это, опять-таки Привязка гильдии То есть Они предлагают Если ты Соберешь пятерочку Из гильдии Вы будете в одной гильдии Находиться Я так понимаю Наемники Не считаются Именно мембер гильдии Сходите на босса И попадете в рейтинг До 50-го места То вся гильдия Абсолютно Получит дополнительный наград Понимаешь? Я не понимаю Зачем Что это должно Помочь Вот Меня, например Наоборот Удивляет Что они таким образом Пытаются как-то гильдии Объединять Но с другой стороны Это Конфликтует Вот это С осадами С теми же Это конфликтует С лигой гильдии То есть Они как будто бы Гильдии пытаются сделать Но онлайн не такой большой Чтобы, например Была куча ПВЕ гильдий Которым нравится ходить Вот сюда Чтобы была куча ПВП гильдий Которые будут закрывать Лигу гильдий Чтобы была куча ПВП гильдий Которые захотят ходить На осаду Где надо там 100 на 100 ходить Или там 50 на 50 Ну то есть Мне непонятно Куда они двигают Именно гильдийный контент Но вот они пытаются Что-то с ним сделать Также Лигу гильдий У них сезон запустили В Корее Все то же самое Что у нас И в общем-то Дальше по правкам Дальше по правкам По-моему У них ничего Сейчас секундочку Освежу память Так это все еще Лига гильдий Правки по спотам Ничего интересного Тут квестовая цепочка Тоже ничего интересного Ну и Тоже вот Добавили эти пещерки Как у нас ПКшнику Да кстати У нас это тоже сделали Что цвет ПКшника Теперь меняется Но это такое Тоже не очень важное Изменение В общем-то все Да в Корее тоже все На этом мы с вами закончим Спасибо огромное Кто досмотрел до конца Кто ставит лайки Кто пишет комментарии Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать Обзоры обновления Приходите на стримчики У нас есть на трех платформах Ашстримы Твич Трова И ютубчик Соответственно Все социальные сети У нас всегда Уведомления на все приходят Про запуск стримов Про выход новых видео Есть еще бусти Можно на бусти Оформить подписку Получить бонусы Можно бесплатно подписаться И читать статьи Там у нас куча-куча шпаргалок Из полезных Например там Шпаргалка по БДО Собрала полностью Все гайды Которые у нас выпущены Каталогизованы Каталогизированы И там Ну в общем Все погруппировано Чтобы новичку Можно было сориентироваться Плюс там еще разные Всякие советы Подсказки есть По фарму По билдам По инкустациям По реликам И так далее Все сказала Спасибо еще раз Кто досмотрел Хорошего всем дня До встречи в следующих видео Пока